Полезно бывает нанести схематичный рисунок. Это делается с помощью простого карандаша. Желательно потверже. Начинаем с самых светлых частей изображения. Наносим краску большим мастихином. Размазываем ее, чтобы не было слишком много. Продолжаем. Продолжаем. Постепенно наносится все более и более темные части изображения. Если делать наоборот, выйдет грязь. Только от светлого к темному. Потому что темный цвет всегда перекроет ниже лежащий светлый. А наоборот сделать все очень тяжело. Если вы хотите наоборот, вам отвечу. Продолжаем. 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 Краски смешиваем прямо на холсте. Наносим более темную, с помощью нескольких мазков она смешивается с более светлой. Так сохраняется свежесть красок. Ведь каждый мазок должен быть другим, отличным от предыдущего. Если взять готовую краску и зашпаклевать ей кусок холста, то будет просто покрашенный холст, а не живопись. От центра мы сделали левую часть, теперь переходим к правой. Картина достаточно симметрична в целом. Светлый центр и темные края. Используем мы здесь краски в разные оттенки желтых, оранжевых. И темные это кармин. Используемся. Обратите внимание на мастихин, он весь в краске темного цвета, для следующего мазка его надо предварительно вытереть. Продолжение следует... Это теневая часть правой стороны пейзажа. Обратите внимание на то, что даже симметричная композиция не может быть абсолютно одинаковой с двух сторон. Не то, что композиция одинаковая, нельзя допускать даже двух одинаковых мазков на картине. Тогда живопись становится мёртвой. Вроде бы части и похожи, но тени, света, мазки у них все расположены в разных местах. При симметрии и композиционной и цветовой они всё равно полностью разные. это важно. Край я обычно закрашиваю тщательно, не оставляю белых пятен. Когда мы работаем большим мастихином, нужно закрыть всю поверхность хвоста краской, не оставляя ни единого кусочка чистого хвоста. Любое белое пятнышко будет нам мешать, белое должно быть нанесено, если у нас есть белая часть на картине, это должна быть нанесенная краска, а не остаток хвоста. Даже по краю, если будет чуть-чуть торчать, она нам мешает. Это аллея осеннего леса уходит вдаль, в центре проход между листвой, он в тени, поэтому его следует сделать темнее. Любая тень холоднее света, поэтому здесь мы используем синюю краску. В общем, когда я пишу эту картину, я не столько пользуюсь наблюдениями над живой природой, как своим пониманием живописи и чувством, что вот здесь мне надо такой цвет, а там другой. Может быть, в реальности в этом месте совсем по-другому, но для того, чтобы картина была гармоничной и красивой, я это чувствую, а наношу именно эти цвета. В картине обязательно должны быть контрасты цветов, она не может быть вся только желтая, только красная, синяя. Какие-то мазки других оттенков должны быть обязательны, иначе она становится монотонной, скучной, неинтересной. Здесь, поскольку у нас вся листва деревьев теплая, значит, дорожку, возможно, она влажная после дождя, цвета стоит сделать холодной. Внизу под листвой густы и тени. Они создают необходимый контраст и отделяют листву деревьев от земли. Здесь я использую различные оттенки синих и коричневых красок. Чем дальше этот участок уходит вдаль, тем он светлее и холоднее, больше синей краски. Это общий закон воздушной перспективы. его следует знать. Ближе лежащая к нам поверхность, наоборот, теплее, больше коричневого красок, красноватых. влажная перспектива. Убийца, больших, шанс. Грун гурчалит. Его оттенки. Блин, как да! Продолжение следует... Продолжение следует... Маски наносятся по форме. Боря, может я наверх пойду? Продолжение следует... Мы закончили так называемый подмалевок. И теперь начинаем работать маленьким мастихином. Уже наносим детали. Уточняем форму. Вот мне показалось, что там слишком темное пятно, а я его подсветлил. Это центр композиции. Здесь надо уточнить сразу... Точную форму, уходящую вдаль под листвой дорогу. Теперь можно заняться листиками. Кое-где под желтой листвой пробиваются тени. Листва ведь не сплошная, а имеет разрывы. Одновременно с этим размазываем краску. Наносим более мелкие мазки. Из той краски, что уже лежит на холсте. Я люблю, чтобы края были чистые. Продолжение следует... На этом этапе работы очень важно правильно наносить мазки мастихином. Они наносятся так же, как и на морском пейзаже. Воду я всегда делаю с помощью продольных длинных мазков. Залитой водой дорожка у нас получается. Залитой водой дорожка у нас получается. Они везде одинаково белые. Кое-где земля, опавшие листья выходят на нее. Поэтому форма ее причудливая. Продолжение следует... Продолжение следует... Одновременно уточняются детали рядом с дорожкой. Продолжение следует... 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 тем контрастность уменьшается, все становится более однотонным и более холодным. За счет таких переходов мы создаем на картине иллюзию Дали. Субтитры создавал DimaTorzok иллюзию Дали. Обратите на то, что на переднем плане картинки границы вода и земли очень контрастны. Чем дальше в глубину, тем меньше контраст между водой и землей. Субтитры создавал DimaTorzok все однородные поверхности надо разбить мазками другого цвета. Если поверхность темная, надо по ней провести несколько более светлых масков. Если светлые, то где-то темные. На переднем плане добавляем контраст. еще больше выделяем передний план цветом. Яркие цвета только впереди. Это небо, просвечивающее через листву. Субтитры создавал DimaTorzok Следите за чистотой мастихина. Все время его вытирайте. Ведь после каждого мазка он пачкается. Особенно, если нужно нанести светлый мазок поверх более темного. Чуть-чуть попадет чужая окраска и получится грязь. А цвета должны быть абсолютно чистыми. Никакой грязи нельзя допускать на холсте. Поэтому у меня уходит так много туалетной бумаги. Мастихин – это мой меч, а туалетная бумага – щит. Они одинаково важны в бою за живопись. По более темному нанес светлый только один раз. Второй раз уже не получится. Мастихин испачкался. Видите, последний мазок уже грязный, уже смешанный. Если тот мазок, который вы нанесли светлым поверх темного, кажется вам чересчур сверху, Мазните еще несколько раз, цвета смешаются и цвет мазка изменится. Итак! Д positivаются и «elpив». Удивитель получения нет. Удивитель… Добавляем немного зелени, по разнообразней делаем цвет. Только теплые или только холодные цвета собраны в одном месте скучны. Даже если при наблюдении в живой природе-то этого нет, все равно это нужно делать. В живописи свои законы. Поэтому я никогда не работаю с натурой. Натура мешает, нужно создавать свой мир, а не копировать то, что видишь. Я в свое время накопировался достаточно. Имею большой запас, теперь мне это не нужно. Недаром многие известные художники, когда писали большие картины, делали этюды с натуры, но потом уже натурой не пользовались, а пользовались этими этюдами. Живая натура закобыляет, подчиняет себе, а увидеть в ней разнообразные цвета очень тяжело. она выглядит весьма однородно. Я восхищаюсь импрессионистами, которые работая с натурой, смогли так разнообразить свой цвет. Мой стиль тоже можно назвать импрессионизмом по своей сути, но я с натурой работать не могу. Вся световая гамма картины должна создаваться в голове, в фантазии, в чувствах. Парадокс в том, что именно тогда, когда ты сам создаешь эту цветовую гамму, она становится живой. Все говорят, как в натуре, как живое, как настоящее. А вот если смотреть на настоящее и делать то, что ты видишь, все скажут, какая-то мертвичина, ни на что не похоже. Это парадокс живописи. Все великие художники создавали свой мир на холсте изнутри себя. Никто его нигде не подсматривал. Сюжет это как повод для того, чтобы выразить собственное чувство. Сюжет это как повод для того, чтобы выразить собственное гамму. Но общие законы живописи знать необходимо. без этого ничего не сделаешь сам. Никакая фантазия не поможет, если не знаешь, как изобразить одну дальше, другую ближе, каковы законы передачи цвета, светотени. Я этому никогда не учу, потому что мой класс отнюдь не первый в школе. Мое обучение предполагает хотя бы минимальную подготовку. вот мы дробим темный участок, который теневой, который казался нам однородным. Теперь множество разных мазков. Вот один и тот же желтый цвет в сочетании с разными цветами рядом с ним создает разные мазки, разные цвета. Это то же самое, что вся музыка состоит из семи нот. В одном месте желтое рядом, с розовым в другом рядом, с аранжевым в третьем рядом, с кармином. И это уже разное желтое. У нас не должно быть на картине одинаковых мест не то, что мы используем одинаковую краску, а одинаковое сочетание разных красок. красок. В каждом месте картины сочетание красок должно быть абсолютно уникальным. красок. Но интересно. краска. our наслаждали краску, краску, 的人стя. даже на самой темной части бывают светлые вкрапления и наоборот вся поверхность дерева в этом месте она играет и в то же время обратите внимание что мы создаем форму кроны вся крона дерева рисуется как сфера где-то светлее где-то темнее она имеет четкий объем объем в целом и об этом нельзя забывать на переднем плане добавляем контраст правую часть можно считать более-менее законченной теперь переходим к левой самая сложная наносить светлую краску на границе с темной этому нужно учиться тренироваться чтобы светло оставалось светлой чистой и темные ее бы не пачкало вот чуть-чуть не уследила уже грязь но она легко снимается поверх наносится другая чистая краска край границы светлого с темным лучше немножко подробить они не могут быть иметь одинаковый четкий рисунок все-все-все все должно немножко и вибрирует так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Светлых и темных тонов мы подчеркиваем перичность кроны... Ее объем... Причем нужно постоянно помнить об источнике света... Свет пробивается через листву... Идет из центра картины... Поэтому тень отступает к краям... В любой картине нужно всегда помнить об источнике света... От этого зависит направление тени... И вообще... Вся цветовая гамма... Нельзя никогда замыкаться на одной части картины... И всегда имеет смысл возвратиться к уже казалось бы законченной... Все части картины должны быть в гармонии... Каждая поддерживает друг другу... Вот так мы намечаем места для деревьев... Стволы наносятся... Обычно я не пользуюсь черной краской... Я беру... Синюю... Например... Проскую синюю... Прошенглоу... И смешиваю ее с темно-коричневой... Получается цвет... Близкий к черному... Но в то же время... Это не черный... Он не такой едкий... Он не пачкает соседние краски... Не влияет на них... Черной краски на моей палитре нет... Вот там не хватает явно голубого... В небе... В небе... Побольше... Просветов... Неба... Сквозь листву... Так мы создаем центр... Деревья наносятся мастихином под углом, ребром, особенно тонкие ветки, ребром мастихина. И те деревья, которые дальше от нас, нужно их нанести первыми, потому что каждое следующее будет его перекрывать. Начинаем с самых дальних деревьев. Они более блюквые, более тонкие. Деревья наносятся мастихина. Все время, пока работаете над картиной, нужно держать в голове, что будет в конце. Работа идет по определенному плану, и всегда конечный вариант должен быть в мозгу. И деревья выстраиваются по перспективе. И каждое более близкое дерево, оно находится на большем расстоянии от предыдущего. И оно более яркое, более выделяющееся. Тут соединяется линейная перспектива и воздушная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Теперь делаем последнее дерево, которое ближе всего к нам. Оно будет держать композицию, но перед этим надо закончить все, что под ним, потому что после того, как мы его нарисуем, любая работа на более дальних площадях станет невозможной. Некоторые мазки прикрывают ветки. Вот ближайшее к нам дерево. Должно быть выделено лучше всех. Если на толстом стволе можно себе позволить провести мазки несколько раз, то тонкие веточки надо стараться научиться проводить с одного касания. Второй раз можно не попасть точно и получится размазано. веточки ребром мастихина. Толстый ствол плоскостью мастихина. Добавляем немного зелени. Добавляем контраст переднего плана. Обратите внимание на зелень впереди. Она яркая, многоцветная. Чем дальше, тем тусклее. Это воздушная перспектива. Если сделать по всей длине одинаковым, то перспектива никакой не получится. Все будет плоско. Работа закончена. Все. Спасибо. Спасибо. за субтитры Алексею Дубровскому